спонтанно совершенно привет зритель сейчас я буду тут ваять рыбу вообще хотела чай обозрить но у меня такие дети какие-то с родителями руд под окнами и легкий барачок на кухне тут он есть хлебушек который готовится стать отцом ну смысле это сухарем сейчас полежит еще подсохнет потом я его валяю в том что сзади меня стоит вот здесь у меня есть приправа для рыбы я как-то мне делала курицу и по вкусу потом после курицы осталось это приправа полняла бульончик наш очень напоминает как я себе делала рыбу я решила что надо сделать рыбу меня тут животное тянет лапу тут даже какой-то рецепт жареной рыбы и она кстати тилапия нильская а не китайская внезапно впервые в покупку попадается мне нильская тилапия магуру филе отобрана вручную не знаю есть ли в ней кости потому что все филе тилапии которые мне попадались всегда были хоть чуть-чуть да с костями тут 600 грамм и сейчас наверное работ война миру вообще даже может быть риск того что тут включила эту камеру я туда приправы до рыбы я даже как-то не очень сильно представляю как это все должно быть но камеру включила при том что у меня две готовки здесь вообще не смонтированы пустые баночки даже не начали смонтироваться и я тут как бы давно была перевоз души вообще еще как вчера хотела его сдать но что-то сегодня мертв вчера как-то я вообще не помню что я делал здесь на дрыж она еще в пакете еще хочешь пакетик понюхать у меня был запрос на пожрать но я не знаю выполнил его наверно поезжаю просто сейчас как-то ну у кого-то может случиться ужасная ужас кстати пакет протекает я может он просто был заморожен вместе всем остальным как это все вообще делать в чем это все уваливать тише вот жалко что я однажды решила что на этой кухне не будет двери на то это можно было закрыть дверь и тебя не пускать у меня еще 40 процентов после телефонной зарядки не знаю как она сильно уйдет и час зарядки на самой камере будь здоров сказал лаяр тише предвижу когда это смонтируется сколько будет боли каменных у людей которые умеют эту рыбу запигачивать ну не обязательно эту рыбу вообще рыбу я называю что то надо какую-то тарелочку положить с этой приправы посыпать может мне взять какую-нибудь тарелочку у меня еще зефир тут есть человек на обед покорил крепкий запаренный черный чай потому что я сегодня лапки склеила богиня так приправы мало не бывает или много не бывает хоть видно но я стабильно на монтаже когда камера настолько далеко от меня стоит звук прибавляю на 30 40 процентов на наше счастье там по-моему эти дети с родителями перестали орать я просто киллапию всегда варила я никогда ее не выпекала тише и она готовится я тебе кусочек отламблю честно обещаю я даже не посмотрела сколько по времени эту талапию можно заваривать каждый раз когда запекаю мясо кулиное всегда делаю наобук потому что в последний момент вспоминаю что надо бы уточнить даже уточнить хотя бы как я делала до этого я хотела каждую рыбку завернуть сейчас самую фигнушку как-то поставить тише вздрись не нафиг я не знаю можно ли тебе сырую эту рыбу поэтому я тебе не буду сырую давать потому что ты ее только вареную жрал ой 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 и замерите с с с Вот я, конечно, много фольги кладу. И чай, наверное, надо обозревать отдельно, как я тогда хотела, и в дегустации. У меня просто закончился один чай богиней. Мне надо в сундучок засыпать другой чай. Я, наверное, просто его хотя бы открою и покажу, как он выглядит. Я хотела сначала эту бету, или кто там у меня вообще. Вот этот вот чай, короче, хотела. Да, это бета-ти. А мама вспомнила, что у меня же еще дянь-хун есть. И вот я его вскрою, засыпаю. Я думаю, мне надо картошечки еще слоить, потому что этой рыбы мало будет. А еще у меня есть редиска бедненькая, которая все ждет, то есть я ее уже в салату делаю. Киша, тут есть сух рыбный. Хочешь, я это налью, это же сколько рыбного? И ты будешь занятой, я спокойно рыбок боляю. Ну, она там в 5-процентной воде была. Это глазурь и водная. И как она там ледяная глазурь, я не знаю. Часто ли тебя зритель одолевает осенняя хандра? Ну, я имею в виду вообще хандра. Осенью-то понятно, что она может быть только осенней. Точнее, осенняя может быть только осенью. Был у меня тут запрос, я вообще его планировала через неделю записать. Сегодня у меня была дикая мегрень. И вообще, как-то нервно. Вообще, я ехала на велике до сада и поняла, что два шанса. Я доеду до сада, приляю там где-нибудь. И может быть, оклемаюсь, а может быть, и нет. Поэтому обратно уже не доеду. И второй вариант развернуться, плюнуть и поехать домой. В итоге я поехала домой. Можно еще кусочек, наверное, сюда вкладить. Так, правда, мне сказали, что второй запрос. Но мне кажется, что это запрос из первого вытекает. Так, это большой кусочек. Тише, ты что, вот я чувствую эти кости. А то филе. Не чувствую эти кости никакого. Кое это нахрен не филе. В моем смысле, может, это, конечно, не филе. Но я чувствую эти кости. Чую, я потом поставлю телефон, да, я телефон тоже на зарядку вместе с камерой. И потом буду хавать и говорить вам за эту самую андрубленку. Некоторые решили, что я не люблю гостей. Это просто хавчики на камеру. Но у меня тупо, я понимаю, что когда хавать на камеру, что-то тележить. Если ты ничего не тележишь, то это как бы плохо. А затем ничего не тележить или там что-то такое не сиделом говорить. Мне тупо как-то, ну, мозга не хватило придумать, что-то такое. И я решила, что как пошло по маку, там какая-нибудь такая стилизация, поиграть на камеру, то вполне сойдет до косу. И я, в принципе, люблю гостей. Думаю, те, кто вот меня давно смотрит, подобные мысли их не должны посещать, потому что я периодически, если кто-то, вот так говорю, там кто-нибудь мне пишет в стриме, а грузалком-путал. Как бы на полном серьезе приглашаю в гости. Но, я думаю, объяснять не надо, что вот бывают такие гости, которых даже вообще не... И ты их и не зовешь, ну, те, которых вообще не звали. Есть люди, не званные гости, которые вполне к месту, а есть люди, которые вот в любом случае не к месту. И ты их даже никогда не позовешь. И мысли такой не возникнет. Если, конечно, они приходят, то это совершенно не... Ну, нехорошо. Меня, скажем так. Мне бы надо как-то это убрать куда-то. С лежалком-разилком, и сувай, по всем не будет. Тише, тут еще вода осталась. Хочешь, я тебя выливаю? Мя-мя-мя-мя. Так, где тут? В какой страны-то повлить-то? Тише, подожди. Гриба, это пока в холодильнике. Шумно. Мне нужно завтра сварить, может, чеснотель сделать. Так, стоять не падать. Отвлеки кота, убери рыбу. Я так и сделаю, пока она тут бояется. Я поставлю это все на зарядочку и займусь своими делами. А потом, возможно, все-таки похавлю. Вот и что тут начала писать. Начала говорить. Не факт, что это будет на заявленную тему. Может, это просто будет. Потому что я как-то готовилась подготовиться к этой заявленной теме через неделю. В общем-то... В общем-то... У нас сегодня такое солнышко. Так довольно по-сенему тепло было. Я вот взял и решил помирать в очередной раз. Совершенно... Не кайфово. Так, штука. 220 градусов. На 20 минут, наверное, нормально. Там вообще капли, видно, нет? Я пока не буду включать. Я просто покажу вам этот чай. А потом, уже когда выключу камеру, уточню на телефоне. Потому что с телефона управляю и совершенно неудобно. Но не получится сейчас куда-то вылезти. Вот этот чай, который я обозревала. Уже, по-моему, на канал даже выложила этот ролик. Он зафольгирован? Или нет? Нет, он просто этой... Залеплен накрычкой. Звуки СМР. Люля ногтем отсобачивает наклеечку. Нет, самое-то простое. Можно было ножом это отсобачить. Шагнул. Тогда... Сейчас я даже открою по двери вот так вот. Слушайте, какой хороший пакетик. Он, правда, вроде как крупно-листовой. Я не очень крупно-листовой. Я вообще люблю черный чай. Средный листовой. Но этот я уже купила из-за того, что... Он как бы китайский. А у меня тут что-то индийское. Даже тут есть ножницы. О, я же могу увеличить это, приблизив к камеру. Я какой-то лох совершенно. Черепушку только, может, манить режу. Это вот такой ролик. Как Юля говорит, разбирает рыбу и показывает чай. Не знаю, несчет крупно-листового. По-моему, он ближе к среднему. Сейчас, короче, буду сыпать. Как бы так сыпать-то. Поднимать высоко, вам видно. Мне неудобно. Опускать низко, вам не видно. Мне удобно. Я камеру потом попробую еще раз приблизить с телефона. Китайский чай. Такой вопрос. Вы с кем-то дружите, и вас спрашивают, почему ты со мной дружишь. Обычно ответы на такой вопрос, если вы адекватный, нормальный человек. Нет. Ну, если вы неадекватный какой-нибудь, точнее, вроде как адекватный, но ненормальный человек. Есть такие люди, которые, ну, я обсуждала, пара роликов там была, схожих, вроде как. По-моему, даже эти мулбаги про причину дружбы. Дружба, в кавычках, из-за чего многие люди, допустим, подписчица Лена, считают, что слово дружба, это вот, ну, не верит она в это слово дружбу. Не везло ей просто. И как бы всегда впадаешь в тупор, давайте спрашивайте, почему ты дружишь. Ну, я что-то вот тут сегодня вспомнила, когда у меня был период паранойи, и один человек, который вот, вообще шикарный, замечательный человек. Ну, круто вообще, вот вы видите, куда он залез. Я сейчас это отдалю, и будет видно. Он залез на эту печку. Вот зачем ты туда залез, ты будешь рыбу сторожить, да? Я потом тебе сниму. Один замечательный человек мне, который перетерпел мою эту паранойю, паранойю с усталостью, паранойю, потому что подставляли и тому подобное. Я сказала, что, ну, как бы, по фану, то бишь, ради удовольствия общения, почему я с тобой общаюсь, да, вот. Бусти, ну, наверное, не всем подойдет вот это, почему я с тобой общаюсь, потому что, как бы, удовольствие, да, потому что у нас такие-то, какие-то общие темы для общения. Ну, нравится и общаюсь, да. В общем, меня сегодня немножко в ступор веет, но я не знаю. С одной стороны, мне стремно, значит, что человек, может, как-то ждал какого-то другого ответа, потому что мне не отвечают на тему, почему, ну, на мой ответ. Я думаю, блин, я тут так, это, раскорячилась, соображала, как бы, так, внятно, доходчиво, или не обидно написать ответ, а мне не отвечают. Это будет ролик не про хандру, это будет ролик про чай, как Лёля заворачивала рыбу, и вопрос, люди, как бы вы ответили на вопрос человека, с которым, ну, допустим, вы по сети общаетесь, в реальности пересекались, да, или просто общаетесь без сети. И вот, потому что подобный вопрос, в принципе, меня спрашивали, бывало такое, очень, правда, редко, чаще я иногда спрашивала. Ну, я тогда спрашивала, наверное, когда была такая замкнутая, затюканная вообще, мне говорят, что изменилось относительно каких-то своих ранних видео на YouTube. Вот теперь, вот вам повезло, люди, вы не видели меня до того, как я снимала эти ролики, ну, как бы, до видеоблога, до видеоблогинга, были моменты, похуже, Задач приснилела, я такая была. Ну, в смысле, Задач вообще конкретная, в смысле, затюканная такая, параноидальная, лох-паранойка, как моя подруга говорит про меня, и, в принципе, это ВКонтакте во мне там написано мной, с цитатой. Я нескольким человеком задавала этот вопрос, почему ты со мной общаешься, но там реально было, вот, я сейчас сегодня поняла, сравнила с тем человеком, который меня терпел, мою такую параноидальную паранойю, хотя сам тоже с таким, ну, немножко у нас была разная стиль общения, сейчас вообще все идеально, я думаю, мой друг лучше, скажем так. И те люди, которые мне казались лучшими друзьями, моими друзьями, которые вообще к людьми казались, а на самом деле, вот, одного я встретила в реале, когда, долго-долго, вот, как бы, общались, и решили в реале пересечься, да, вот так пообщаться. Мои первые мысли были, блин, что я тут делаю, в другом городе, мне что-нибудь, ну, по башке дадут и выкинут какую-нибудь тему. Ну, хотела избежать вообще, вот, визуальное впечатление было ужасным, полное разочарование, ну, и я, как бы, уверила себя, что человек, как бы, старался, пришел, не кинул меня, встретился, то, что, пятое-десятое, надо дать человеку шанс. Это моя ошибка дать человеку шанс, когда я чувствую, что, ну, не твой человек, в том плане, как, допустим, парень, или в том плане, как просто друг, там, или подруга. Вот, сегодня меня очень такой тупик поставили вопросом, вот, почему ты со мной дружишься, почему ты со мной общаешься, была ли у вас в жизни такой сумбурный ролик, да, внезапный, я сама не ожидала, что тут буду писать криптуру, я бы мучаю, как я мучаю рыбу на глазах у будущих зрителей, на будущих глазах у будущих зрителей. Ну, я вообще-то запишу, в общем, ну, бак, вот, когда-нибудь потом рыбу я буду ездить без вас, без камеры, потому что, я думаю, с камеры это будет, тот еще трэш, тут у меня будут кот прыгать, я боюсь за штатив, откровенно говоря, и за саму видеокамеру, нисколько за рыбу. Ну, камера 17 тысяч, а рыба всего лишь 230 рублей. Есть разница, рыбу я могу потом купить, а камеру в ближайшее время вряд ли, а зелью. Да и жалко как-то, я ее давно хотела. Давняя мечта, так сказать, ну, и, в общем, сподвигло меня вот внезапно записать этот ролик. Видимо, интуитивно, как-то спонтанно, ну, у меня больше часть, часть роликов есть у меня спонтанная, и часть роликов, которые я вот готовлюсь так вот морально, ловлю вдохновение, и часть роликов, которые случились случайно, как вот тот мугубак, как бы, ляпнула, пообещав в стриме, что часть с бананом поем на камеру. Но мне в каком-то ранних моих каких-то мугубак говорили, что, ну, типа, непросто, если что-то говорить. Хотя вот, когда я ем, я глухо ем. Этих людей в детстве я тому не учили стопуду. А не было у них дедушки такого замечательного, как он меня сочувствует этим людям. И вообще родственников нормальных и людей окружающих. Ну, и вот эта тема такая. Опросы уж не буду делать на такую тему, потому что там, как бы, вообще мало кто в опросах участвует. Относительно 5000 подписчиков там вот в последних, да и вообще в опросах, по-моему, у меня максимум там 100 человек, и то неуверенно где-то набиралось ли, кто участвует в этих опросах, при том, что подписчиков 5800, 5800-70, что ли, что-то такое у меня сейчас этих подписчиков у вас. Поэтому будет просто такое вот, как бы, видео с вариацией свободно ответить в комменты при желании. Бывали у вас ли ситуации, когда вы спрашивали, почему ты со мной общаешься, почему ты со мной дружишь? И что вы отвечали, как вы ориентировали? Или же наоборот, может быть, вы сами спрашивали там у кого-то. В общем, наверное, закругляйте. Надо рыбку ставить, а то я, как бы, ужинать еще должен. Ну, и сейчас чай покажу вблизи. Сейчас попробую как-то приблизить все. Тише, вот ты это, прям звуки, триггеры какие-то издаешь. Когтями своими по этой штуке по крышке духовки долбишь. Так, как бы так это поднести-то куда? Ну, я не знаю, но я надеюсь, что все же видно. Тут этот чай, если кому интересно, я потом просто его сфоткую и скинула в Инстаграм. У меня раньше интеграция была Инстаграм и ВКонтакт, но вот уже около года или типа того, почему-то этого нет. Не знаю, почему так. Что из Инстаграма больше не заливается ВКонтакт. Хотя настраивала много-много раз, сбрасывала настройки, снова настраивала. Раньше помогала такое, сейчас нихрена. И еще у меня иногда такое ощущение, что меня не только с Ютуба в Инстаграм смотрят, ну, лайкают люди, подписываются. А еще и просто люди какие-то подписываются сначала в Инстаграм, а потом приходят в ВКонтакте. Я говорю, как его звать-то на Ютуб? Если это так, и хотя бы один человек или два человека так вот были, что внезапно кому-то был просто интересен мой Инстаграм, а не потому, что я там канал веду. А потом приходили на Ютуб, круто, если вы вдруг что-то увидите, наркните в комменты, поразуйте Лёдьку. В общем, не помню, говорила я, здравствуйте или нет. Но моя подруга, она всегда прощается приветом. Поэтому привет и пока.